На прошлой неделе Следственный департамент МВД России обратился в Тверской районный суд и попросили заочно меня арестовать сроком на два месяца, мотивируя это тем, что я могу повлиять на ход следствия, что я неоднократно не отвечал на их повестки, хотя это как бы чушь и враньё. Вы знаете, о том, что против меня будет сфабриковано уголовное дело, я говорил ещё об этом летом 2019 года, сразу после того, как я вернулся в Молдову. Я прожил в России, а именно в городе Москве практически всю свою взрослую жизнь, так это назовём. Поэтому у меня всё равно и в городе Москве, и в России больше, слава Богу, друзей, чем врагов. Поэтому любые попытки, любые разговоры, которые начинались на тему того, что мне нужно сначала засунуть в дело Захарченко, которое у них провалилось, если помните, все телеканалы, ещё Плохотенка был дома, об этом говорили. Также это использовали в предвыборную кампанию на местных выборах. Значит, любые попытки, я о них узнавал намного раньше, чем они начинали реализовать свой грязный, коварный план. Безусловно, у всего этого есть история, история того, каким образом сегодня кто-то решил сломать меня как человека, сломать меня как политика для того, чтобы небезызвестный всем в Молдове, и уже, к сожалению, и за её пределами, Игорь Дадон. С 2014 года, как я заявил о том, что готов участвовать в политической жизни Молдавии, меня начали преследовать, причём преследовать не только меня, но и многих наших коллег, многих наших сторонников. Я хочу вам напомнить о том, что ещё осенью 2014 года, за несколько месяцев до парламентских выборов, мне Виорел Морарь впаял первое уголовное дело по контрабанде, но это под его руководством. Потом они с Кавкалюком сфабриковали дело, что мы с Суповичем хотели убить Кавкалюка, и так далее, и так далее. И закончилось это всё в 2016 году, когда в очередной раз использовали против меня Горбунцова и всю эту нелепую историю, которая с ним произошла. Каждый раз у нас в Молдавии как на горизонте появляются какие-то выборы, причём неважно, парламентские, местные, президентские, каждый раз у нас проблемы. В 2014 году партию Патрио, список которого возглавлял, снимает с выборов. В 2015 я возвращаюсь в мае месяце в Молдову. Мы уверенно побеждаем на местных выборах и выигрываем больше всего городов в стране. Получаю дело за организацию госпереворота и прочий бред, который там Плохотнюк придумывал. Вы знаете, что были десятки уголовных дел. В 2016 году меняют возраст президента под Дадона и догоняют меня уголовным делом о покушении на Горбунцова для того, чтобы я был вынужден покинуть страну. Покинуть не из-за того, что меня решили в очередной раз чём-то обвинить, а покинуть из-за того, потому что и в прямом, и в переносном смысле готовилась просто моя ликвидация. После того, как в 2018 году у меня прошли дома обыски в Москве, о которых я говорил, произошли некоторые события до этих обысков и после, которые очень не понравились. Некоторым негодяям, по-другому их не могу назвать, потому что когда мне ставят какие-то условия, что нужно покинуть партию по состоянию здоровья, когда мне говорят, что нужно будет провести потом новый съезд новому руководству, чтобы слиться с партией социалистов, потому что у них были проблемы с одномандатниками и так далее. Значит, мой ответ всему этому был нет. На тему того, что происходило в Москве, какие люди, какие у них звания, должности и так далее, мы поговорим в другой раз. Сегодня меня уже обвиняют в соучастии в ландромате. На прошлой неделе Тверской районный суд меня арестовал. Вы знаете, я никогда не следил в Москве, в России за судьями, ну так, за какими-то, скажем так, скандальными процессами, я, естественно, наблюдал. Ну вот судей знакомых у меня там хорошо это или плохо никогда не было. Но вот фамилию одного судей я знал, потому что все самые нелепые ситуации, в которые попадали те или иные граждане в России, начиная политиками, спортсменами, бизнесменами, актерами, они были связаны только с фамилией одного судья. Значит, этого судью зовут Алексей Криворучко. Для тех, кто журналистов и вообще для тех, кто нас смотрит в первом эфире, я могу порекомендовать, погуглить эту фамилию, вы прочитаете очень много интересного. Этот молодой человек, 42 года, значит, как судья участвовал почти в 700 процессах судебных, все были осуждены ни одного оправдательного приговора за всю историю. И неважно, это футболисты, это Магницкий или это актер Павел Устинов, когда многие представители культуры, многие представители СМИ выходили год назад на протесты в поддержку этого молодого человека, которого Криворучко отправил на 3,5 года в тюрьму, за то, что он якобы там на протесте вывих кому-то плечо. Значит, я не буду вам пересказывать всю биографию господина Криворучко, вы прочитайте это в интернете, о том, что он сегодня невезной в Соединенные Штаты Америки, невезной в Великобританию, в другие страны мира. Вижу, его там пишут о том, что его также обвинили в причастности к смерти Магницкого и так далее. Все это его автобиографию вы прочитаете. Но то, что это дежурный судья, заказник абсолютно по всем процессам, значит, об этом сегодня в России знают даже школьники старших классов. Я очень ждал, с какими материалами придут в суд представители Следственного департамента России, потому что я знал о том, что ищут свидетелей, преимущественно их ищут по тюрьмам. Преимущественно отдавали и отдают предпочтения людям, которые были осуждены за те или иные преступления, либо находятся под арестом и ждут вердикт суда. Значит, и, вы знаете, я видел сфабрикованные дела при Плохотнюке. Я опубликовал пару месяцев назад материалы, копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, где на 50 страницах, в трех абзацах написано, что Ренат Усатый представлял интересы каких-то компаний, даже не указано было каких, и был посредником между банком, между этими бизнесменами, банком Балтика в России, по выводу средств из России. Я никогда в жизни не был в банке Балтика. Я никогда не общался ни с кем из менеджеров этого банка. Один раз с его руководством я говорил лет 10 назад, когда мне нужна была информация по выводу и хищениям денег из Универсалбанка Горбунцова, потому что все эти банки, чтобы вы понимали, часть из них, которые фигурируют в Ландермате, это банки, которыми владел небезызвестный уже для вас товарищ Горбунцов. Все люди, которые здесь фигурируют, это его бывшие сотрудники, заместители и так далее. То, что я первый в 2011 году сказал, что через Молдову отмывают 10-20 миллионов долларов в сутки, и тогда меня во лжи обвинило НЦБК, Национальные банки, все говорили, до Амниферешти, такое не может быть. К сожалению, все это позже появилось. В общем, что я нашел в этих 220 страницах этого дела, я это все опубликую на своей странице ru1.md. Я ничего не нашел нового, кроме того, что было опубликовано ранее, кроме показания четырех свидетелей, которые говорят о том, что Ренат Усатый на самом деле был одним из участников организации Ландермат. Коротко скажу об этих свидетелях, их автобиографии можете прочитать в интернете, они есть все. Значит, двое из них бывшие заместители Горбунцова. Один это известный мошенник не только в России, а на всем постсоветском пространстве Петр Чувилин. Человек, который сидел за все, что угодно и является дежурным свидетелем, не важно, когда нужно что-нибудь в ФСБ, в МВД или в других ведомствах. Второй это такой же мошенник, значит, Владимир Антонов, также бывший партнер Горбунцова. Значит, третий это банкир по фамилии Григорьев, которого впервые, чью фамилию впервые произнес я еще пять лет назад, когда я говорил, что ландромат не закончился, а он продолжается через Унибанк, банка Сучала. Человек, который также уже был осужден, находится в тюрьме и проходит обвиняемым по массе уголовных дел. Четвертый человек, значит, который пишет про то, что я участник и организатор ландромата, это небезызвестный человек, человека, с которым меня молдавские СМИ при Плохотнике постоянно связывали и говорили о том, что он меня финансирует, это небезызвестный в Молдавии Григорий Иванович Кармалак. Кто-то его знает по фамилии, кто-то его называет болгаром. Значит, все эти люди в своих показаниях пишут следующее, что 10 лет назад Вячеслав Платон в одном из ресторанов им рассказал о том, что я его партнер. Второму из них Платон рассказал в гостинице 8 лет назад. Третий из них пишет, что в 2011-2012 году, внимательно, нашей партии нужно было большинство в парламенте, поэтому Платон решил финансировать меня и нашу партию из ландромата. Хочу напомнить, что в 2014 году я только заявил вообще о том, что иду в политику. Оказывается, в 2011-2012 я уже претендовал на большинство. То есть, еще раз повторюсь, из этих товарищей, которые я упомянул, трое сидят в тюрьме за различные правонарушения. Я неоднократно говорил о том, что помимо этих фамилий, которые я назвал, есть еще один мошенник из Кишинева, который находится под следствием, там, великий молдавский альфонс Дмитрий Бас, который сидит за мошенничество тоже в Москве, который обзванивает девушек по инстаграму, ему там дали телефон в тюрьме с диктофона, и он обзванивает людей с девушек, женщин. Говорит, дорогая, мы когда ездили в Монако на шопинг 5-6 лет назад, мы обналичили деньги через ландромат Усатова. Ты не помнишь, мы ему платили 2 или 3 процента. То есть, ну, такие провокации, такие же провокации готовят с вором в законе по кличке, по фамилии Таркунов, кличка Турак, который также сидит в российской в тюрьме, он уроженец республики Молдова, я его помню по разработкам еще там 7-8 лет назад, которого тоже просят, но этого уже просят не по ландромату, а просят дать показания, что я возглавляю весь наркотрафик в Молдавии и так далее.